В этом уроке еще рассмотрим один сервер под названием OpenServer. Опять же, предупреждаю, что убедитесь в том, что у вас уже удален старый сервер, прежде чем устанавливать новый. Пишем название сервера OpenServer в поисковой системе. И вот у нас первая ссылочка ведет на официальный сайт производителя. Так, и здесь мы можем скачать данный сервер. Давайте скачать, нажмем кнопочку, вот эту вот. Так. И здесь у нас есть выбор, что скачивать. OpenServerFull, мы видим размер очень большой, 342 мегабайта. OpenServerMini и OpenServerAppsPack. И здесь мы можем почитать, что такое full, что такое mini и что такое вот этот pack. В принципе, я вот как-то скачивал на свой компьютер в полную версию. Там вместе с этой версией идет очень куча разных программ. Там различные браузеры и skype портативно, там портабл версия. Потом там разные программы для работы с изображениями, для там мониторинга, там, короче, очень много всего, на мой взгляд, лишнего. И поэтому я не рекомендую скачивать эту полную версию. Там из всех программ, наверное, две полезных программы было и все. И то они там для работы с изображениями. Одна там программа, по-моему, сжимать размеры файлов картинок разных. Уменьшает размер, но качество не теряется. И что-то еще уже не помню. Остальное, в принципе, ерунда. Как бы застоять ваш компьютер не стоит этим. Давайте с вами скачаем, я думаю, мини-версию. Здесь как бы все нужно для вот именно работы. Так, опять. Ну, давайте. Упрощенная версия. Так. В мини-версии у нас как бы все как бы необходимо для работы, как бы вот именно просто создавать сайты, как app, app, surf и denver. Вот. Что ж, давайте скачаем данную версию мини. Везем здесь код 96183. Так. Почему-то у меня numpad не работает, надо его включить, наверное. Вот. 96183. Скачались. Но все равно как-то мини-версия тоже очень много весит. 77 мегабайт. Как мы помним, app, surf весил немного. Даже можем сейчас взять и посмотреть, сколько он весил, наш app, surf. Пользователи. Загрузки. App, surf у нас был 16 мегабайт, да? Но у нас 8 всего. А open server 40. Сколько там было? 70 с чем-то даже, по-моему, да? Скачать. Так. Что здесь нужно? Мы видим, за доллар мы можем скачать быстро. Около 4 минут. А бесплатно мы будем скачивать очень медленно. Около 1 часа и 40 минут. Так что выбирайте вы сами свой вариант, какой хотите. Ну давайте. Я думаю, большинство нас будет качать медленно. Скачаем медленно. Сохранить файл. И начинается загрузка. Мы видим, загрузка очень медленная. Это большой минус для них, что они предлагают два варианта. Либо платите им, либо скачивайте медленно. Даже представьте, если бы мы качали полную версию со всеми этими программами, которая весит 300 с чем-то мегабайт. И выбрали бы скачать медленно, сколько бы качалась данная версия. Ну что ж, полтора часа нам нужно ждать. Так что я нажимаю паузу. Да, нажимаю паузу, и мы продолжим потом, после скачки. Так, ну вот, загрузка завершилась нашего OpenServer. Давайте мы его откроем, то есть запустим данное приложение. Запустить. И теперь устанавливаем его. Рекомендуется распаковательность OpenServer в корень диска. После распаковки вы можете скопировать папку в другое место. Давайте установим в корень диска на D-диск. D-диск. Окей. Нажимаем. Окей. Ждем, пока распакуется наш сервер. Видимо, это будет не очень быстро. Так что я нажму пока что паузу. Так, ну вот, распаковка почти завершилась. Сто процентов нам показывает. Так. Ну, теперь ждем, посмотрим, что будет происходить дальше. Я сам как бы не знаю, поэтому смотрим. Видимо, ничего не происходит. Давайте это закроем. Это мы тоже свернем. Перейдем в мой компьютер, локальный диск D. Так. И здесь у нас появилась папка OpenServer. Так. И все, видимо, у нас он уже установился. Так. И давайте попробуем запустить вот это вот данное приложение OpenServer. Запускаем его. Так. Выбираем язык русский. Добро пожаловать в OpenServer. Мы видим, у меня что-то антивирусник. Все время что блокирует. Но ничего страшного. Так. Давай сейчас я настрою. Тут выведу данный значок как бы сюда, чтобы его все время было видно. Так. И мы видим, мы можем его теперь запустить. То есть запустили данное приложение. И теперь можем работать. Нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем запустить. Вот. Запускается. Здесь разрешаем доступ. Так. Ждем пока запустится. Пока загорится зеленый флажок. Вот он запустился. Зеленый флажок горит. И теперь мы, в принципе, можем начинать работу. Давайте еще раз нажмем правой кнопкой. И мы видим, здесь мы можем перезапустить сервер. Здесь мы можем его остановить. Потом дополнительно у нас здесь есть. Вот. Мы можем всякие тут настройки. Документация, конфигурация. Можем менять конфигурацию файлов сразу отсюда. Вот. Нажимаем и запускается. Если вы, как бы, знаете, что меняете здесь, да, разбираетесь, вы можете сразу изменять настройки. В принципе, здесь очень удобно. Не нужно самому, как бы, заходить в папку, в папке эти, искать там нужные файлы. Здесь, как бы, все это есть. Это, в принципе, прикольно. Давайте, вот, нажмем phpMyAdmin. Нажимаем. Мы видим, у нас сразу запускается phpMyAdmin. И, как бы, не нужно гадать, где, какой адрес у phpMyAdmin. Здесь у нас, какой у нас пользователь, наверное, будет root. Как бы, мы ничего не прописывали, нигде ничего не указывали. Здесь, наверное, мы даже создаем его. Я даже не знаю. Давайте напишем root и пароль 1, 2, 3, 4. Ок. Так, ну вот, мы зашли в phpMyAdmin. И теперь можем здесь работать, как и везде, в принципе. Вот базу данных. Создаем базу данных. Как бы, создаем там пользователей и так далее. Вот мы, как бы, зашли в phpMyAdmin. Так, дальше. Теперь нам нужно разобраться с проектами. Где нам создавать проекты? Вот мы видим здесь еще какая-то кнопочка localhost. Давайте нажмем. У нас запускается, грубо, страница нашего open-сервера. И показывает, что у нас он работает. Так. Теперь нам нужно открыть папку, где у нас будут храниться проекты. Давайте найдем ее. Может быть, где-нибудь здесь есть. Вот есть папка с сайтами. Давайте нажмем сюда. И видим папку domains, open-server domains. И здесь, видимо, можно создавать наш проект. Давайте попробуем. Создадим тест. Тестовый проект. Так, тест. И пропишем здесь. Так. У нас здесь сразу перебросило на поиск. Давайте попробуем смотреть, что это. Вот localhost. Здесь есть файл какой-то. Два файла. Так, ну, сейчас будем разбираться. Давайте попробуем перезапустить сервер. Может быть, в этом дело. Перезапустить. Перезапускается сервер. Опять что блокируется антивирусником. Так. Ваш сервер успешно запущен. Так. Ага. Так, видимо, почему-то не создается ничего. Давайте попробуем скопировать вот это вот все. К нам в папку тест. И к этому адресу. Так. Ну, почему-то ничего не происходит. Так. Давайте посмотрим. Localhost. Возможно, надо здесь отдавать. А, ну да. Скорее всего, надо здесь отдавать папки. Папки localhost. Тест. Так. Давайте теперь попробуем обратиться к... Ну, все правильно. Мы обращались вот раз через эту кнопочку к самому адресу. В самой папке localhost. И у нас загружался вот этот файл index. Давайте этот тест удалим. У нас загрузился данный файл index. Теперь здесь мы создаем наши проекты. И через слэш у нас будут загружаться эти проекты. Вот. Теперь у нас здесь пусто. То есть вот наш тест загрузился. Давайте блокнотом создадим файл html. И сохраним его в нашу папку с проектом. Так. Так. Пропал. Ну, вот пад. Так. Вот он. Какой-то у меня свернутый получился он очень... Интересно. Так. Ну вот. Давайте этот индексный файл сохраним к нам в проект. Локальный диск D. OpenServer. Domains. Localhost. Test. Индекс. Окей. Сохраняем. Теперь если мы обновим... Так. Если мы обновим страницу. Так. То мы видим у нас здесь индекс html есть. Но почему-то как бы он не загружается. Возможно теперь вот нужно перезапустить сервер. Давайте попробуем перезапустить. Так. Теперь обновляем. И все равно почему-то у нас проект не запускается. Индекс html в нашей папке test. Так. Интересно. А если мы обратимся к индекс html, то так у нас все нормально. Видимо вот здесь нужно вот так вот прописывать как бы название файлов. Давайте попробуем подключить css. Создадим какой-нибудь css файл. Пропишем здесь стиль body. Так. То есть для тега body мы пропишем несколько стилей. К примеру. Background. Пускай у нас будет серенький. И свет текста пускай будет белый. Сохраняем в нашу папку openServer domains localhost test. Называем его style.css. Так. Теперь подключим данный файл. То есть данный css здесь в индексном файле. Пишем link. rel равняется style sheet. Потом href указываем путь к нашему файлу. Это просто style.css. То есть он лежит в корне нашего сайта. Сохраняем. Так. Обновимся. Так. Давайте здесь мы все закроем. Так. Закрыть все. И откроем эти файлы. Так. Там мы прописали. Это сохранилось в другом месте. Давайте еще раз пропишем. Link. rel равняется style sheet. Здесь то что вот плохо подсказки не выскакивают. А шлейф style.css. Так. Закрываем так. Сохраняемся. Обновляем. Так. И видим у нас стили применились. Ну в принципе у нас получается все работает. Здесь. Так. Ну вот значит в принципе проект у нас работает. Значит все хорошо. Только вот то что вот по умолчанию он не запускает. Он открывает таким вот образом. Открывает папку вашего проекта. Не запуская как бы файл индекс почему-то. Хотя обычно файл индекс html там или там php. В общем индексный файл запускается по умолчанию сразу. А здесь этого не произошло. Индекс точка html. Вот. Давайте еще посмотрим что здесь есть у нас. Мой компьютер. Можем сразу открыть. Потом. Папка сайта. Просмотр логов. Вот мы видим. Здесь у нас логи. Что мы вообще делали. Обновление конфигурации. Запуск. Проверка состояния. И так далее. Потом что здесь еще настройки. Здесь мы можем менять настройки. Автозапуск сервера. То есть мы включили компьютер. Он у нас автоматически запускается. Можем поставить. Здесь язык интерфейса. Тема оформления. Можем тему менять. Ну в общем по настройкам уже можете пройти сами и посмотреть что здесь можно изменить. Так давайте быстренько пройдемся. Видим здесь вот F8. General C. Все как надо. FTP сервер. Почта. Закладки. Автозагрузка. Разная. Планировщик заданий. Ну в принципе здесь ничего особо менять не нужно. Закрыть. Так ну вот. Здесь еще какие-то есть закладки. Домашняя страница. Видимо да. Вот на сайт OpenServer. Можно наверное как-то свои задавать закладки. Даже не знаю. Так. Ну в принципе. Вот такой вот сервер. Если он вам понравился то можете использовать его. Так. Мы уже с вами рассмотрели AppOpServe, Denver и OpenServer. Так. На следующем уроке не знаю. Я посмотрю. Может быть еще какой-нибудь сервер мы с вами рассмотрим. Ну что ж. На этом пока что все. Увидимся с вами на следующем уроке.